МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. Индивидуальные предпринимательники ждут принятия решений, которые позволят им вернуться на свои прационные месты. В уголе частка представленников малого бизнеса сегодня працуя по новых правилах, а ли некоторые невызначенные пытания еще застаются. Отповедные про пановы зараз подрихтованные членами рабочей группы при Министерстве экономики. Какие новые увядения будут обмерковываться на ближайшем посаджении, доведался Олег Синтероу. Сегодня в Светлогорском районе наличиеся 700 индивидуальных предпринимательников о лютым працовную деятельность ожитивляли только коля 10% из них, а тому зараз предпринимаются меры, как у саковиков люди урэсси вышли на работу, коля не все 100%, то як минимум 90%. На Светлогорском рынке у гэтая днень не шматлюдна. Некольки предпринимательников чекают покупников, а ли значная часть королета у зачинены. Некто перерегистровал свою справу у России, некто займается так званым гандлем земли, реализуюсь той же отдельной без уплаты податков и у непростосованных для гандлю местах. А ли переважная большинство ИП чекает принятие решений, яке дозволить одновить деятельность. У рабочей группе, якая створена при Министерстве экономики, одразу три представники Светлогорского района. На суперек информации, якую можно убачить в интернете, группа працует довольно напруженно, причем в тесном контакте как с предпринимательниками, так и с предпринимательниками органов державной улады. Об отмене от поведенных указов в размывании идеи. Зараз выпрацованы конкретные пропоновы, принятие оких повинно выражать проблемы малого бизнесу, починающие от уведения такого понятия, как микропартии. Едут, закупаются на 50 тысяч России, на 30 тысяч России, ну до 1000 евро. Если микропартия, то тогда не нужно будет такой полный пакет документов. То есть мы объясняем, что, понимаете, документы выдают, Российская Федерация выдает документы, когда ты приезжаешь и берешь 50 блузок, 50 свитеров, мы у одного поставщика, мы этого не делаем. Значит, ИП, вот в наших городах, они покупают 5 того, 5 того, 5 того, и у разных людей. Ящадно пропонувала так званая амнистия документов. Размова об тем, что весь товар, який уведены до початку этого года, можно будет реализовать по старых правилах. Тем более, что за всю заведенную продукцию предпринимательники заплатили 20% податку на добавленную вартость. До речи, у Держстандарте и Министерство по податках уже огучили информацию об тем, что до 1-го липеня проверок индивидуальных предпринимательников не будет. Застанется мониторинг, а не без штрафных санкций. А про чатаго сегодня рабочая группа выпрацвала пропоновую, и отрывание сертификатов на продукцию, якая набита в Межах Евразийского экономичного союза. Если выйдет новое постановление четырех министерств, там будет разрешено иметь копии сертификатов без синей печати. Мало того, можно вообще, брат, товар будет без сертификатов, написать в накладной его атрибуты. Номер сертификата, когда был выдан кем, легко просчитать. Мало того, планируется еще один интересный пункт. Предприниматель может сфотографировать этот сертификат, оригинал, на свой мобильный телефон, и это будет являться основанием доказательства, что товар прошел сертификацию. Но это при условии, если подпишут этот документ. Олег Синчеров, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Пытание больше тесного взаимодействия семьи и школы обмеркованы подчас посяджения областного Батьковского сходу. На мероприемство запросили представников Выконкаму, районных Батьковских комитетов и правоохоуных Орханов. И ке подыходы до работы с несприяльными семьями, не пропануя школы и чему родный дом становится для детей самым травма-небеспечным местом, ведают наши корреспонденты. Таким чином областный Батьковский сход начинается у Першиню. Представники отделов адукации и районных Батьковских комитетов наведывают мемориал у Червоным березе, так званую «Дитячую хатынь». Это один и в свете комплекс, присвященный детям, а хвером другой Сусветной войны. Напевно, в этом есть некий парадокс. Мемориал ведают представники практически всех континентов, а вот большинство дельников областного Батьковского схода тут у Першиню. Подчас непосредного посередения об этом узгадают еще раз. Мы не за все до эффективно выкористовываем то и выховавший потенциал, который есть на Гомельщине. Еще одна тема для обмеркования – организация больше тесного взаимодействия семьи и школы, особливо в пытаниях отказности батьков за выхование детей. Причем у областного управления эдукации «Пиракананы». Тут необходимый комплексный подыход. Формы надо другие избирать. Чаще всего у нас какая форма? Запугивание, угрозы. И я не согласен с тем, что достучаться до родителей невозможно. Есть много примеров, когда достучаться до родителей можно. У рамках областного Батьковского сходу провели анонимное анкетирование, по выникам, какого высветлилося. 20% батьков «Пиракананы», что за правопорушение их детей отказность повинна нести громадство. Кожный десятый обвинувшивая школу. Межтыми на витородный дом, який повинен оборонять дитя, часто становится для его самым травма небеспечным местом. Только в минулом году у ляшебной установы Гомельской области звернулись больше 14 тысяч школьников, які дома отрутились таблетками, отрымали опеки и инши травмы. И такая лишьба. Летость на Гомельшине загинули 30 неполнолетних. Гэта целый класс. Особная размова о проблемных семьях. Детша стаяня манават элементарных умов для нормального развития. Определенные к нам условия. Там, допустим, если выпивают, то закодироваться. Не работают, устроятся на работу. Общаться с психологами, со всеми, которые приходят нам уведомления, там повестки. И ремонт в доме. У опушних годы на Гомельшине створана добрая инфраструктура, якая дозволяя знайсти школьникам заняток на любой густ. Причым тычится гэта як городов, так и сельской мясцовости. Нельзя сказать, что гэта панацея от усих проблем, але 140 у дельников областного батьковского сходу пера кананы. Необходно выкорыстовывать усе махчымасти. Уреште своим детям несчастливого лесу никто не жадая. Олег Сентюроу, Дмитрий Котов, Яугин Макеенка. Телерадиокампания Гомель, Рогачовский район. Выники 2015-го и планы на бегучий год. Пытание якости юридичной допомоги, дзе не обновленного закона об адвокатской деянности. Гэтая темы стали галонами на сходе специалистов Гомельской областной коллегии адвокатов. Уделу ёй приняли представники Республиканской коллегии и Министерства юстиции. Подробязности сустречы у наступным материале. На сегодня Гомельская областная коллегия адвокатов лечится лепшаяся рода областных. Досягнуть место лидера нашим специалистам допомогли летошние выники. Деталёво их обмерковали на областную коллегию адвокатов. Уёй принял удел и выказал своё меркование на кондпраце гомельских юристов старшиня Республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайшиц. Гомельская областная коллегия адвокатов постоянно пополняется молодыми специалистами. Должным образом организована учёба. И я могу с уверенностью сказать, что юридическая помощь на Гомельщине представлена адвокатами достойным образом. У складе Гомельской областной коллегии адвокатов сегодня 25 юридичных консультаций, а это коля 200 специалистов. За минулый год ими было выканано коля 40 тысяч дорученьев. При этом таки вярекий объём работы был выканан на высоком профессийном узровне. Именно витата такую оценку Республиканская коллегия дала Гомельщине. Повышение качества идёт за счёт образования, проведения курсов повышения квалификации, за счёт правового просвещения населения, за счёт различных акций, которые мы проводим. Ближайшая акция у нас будет переворочена в дню Конституции. Мы очень много работаем по правовому воспитанию граждан, по правовой информированности населения. Гомельская областная коллегия периодично усталёвывает особные даты, коли маломаёмыстные граждане могут пройти на приём бесплатно. Увагали больше 40% юридичной допомоги, у Тымлику и по криминальных справах она оказывает бесплатно. С такими лижбами Гомельский регион вылучшается на фоне инших областей. Мы работаем с любым гражданином, и вплоть до защиты по уголовным делам, когда вопросы же возникают о том, как вообще можно защищать человека, которому грозит, предположим, исключительная мера наказания. Но мы не защищаем преступления, мы защищаем человека, мы защищаем его права и законные интересы. На коллеге обмерковали не только досягнение 2015-го, а коллеги перспективы этого года. Так на сустрече разглядели практику применения закона об адвокатуре и адвокатской деянности у Распублицы Беларусь. Документ уступил усилу ещё в 2012-м годе. Однако на сёння распорцованный пропоновый по его змине. Чекается, что обновленный закон уступить усилу уже в этом годе. До прикладу Гомельской областной коллегии он даст монополию по представительству в экономичных процессах. Ещё одним перспективным на прамках этого года станет односно новое вид деянности, связанное с пытаниями медиации. Ганна Ковалёва, Игорь Марышченко, Телерадио Компания «Гомель». Огольными намаганиями забеспечен проезд. У «Гомели» комплексно проверили маршрутное такси. Супрацовники податковой и транспортной инспекции, работники ДАИ и представники «Гомели Абл Пассажир Транса» провели в областном центре суместный рейд. С мета и выявления порушений и уплыву на выканание водителями правилов перевозки пассажиров. Подобные проверочные мероприемства проводятся регулярно. Некольки раз на тыдень контролюющие органы проверяют выканание правилов перевозки пассажиров и наявность необходимых документов у водителя. За минулый год только контролерами «Гомели Абл Пассажир Транса» было проверено коляд 400 маршрутных такси, и у каждого восьмого года были выявлены факты отсутствия билетов у пассажиров. Хотел бы обратить внимание сегодня пассажиров, когда ходят в маршрутное такси, у водителя, чтобы требовали билеты, потому что могут быть подвергнуты административному штрафу в размере 0,5 базовой величины. Супрацовники Гомельского отдела внутренних справ на транспорте проводят активную кампанию по информованию детей и подлетков об необходимости выконовать правилы поводина на объектах чугуночного транспорта. Подобные мероприемства милиционеры проводят регулярно, однако их новый этап связанный еще и с заявлением у недалеким будущем у Гомельской области электротягников. Мы это сустреж со школьниками про духеление фактов травматизма и нешасных выпадков на объектах чугунки. Бушням рассказали про особливости руху электротягников и нагадали об рисках, которые существуют при невыконании от поведенных правилов. Лепиус принять информацию допомогла размова с инспектором и тематичный документальный фильм. В рамках предстоящей электрификации электросети железной дороги ожидается запуск электрического поезда от Гомеля до города Минска. В связи с этим молодым людям была доведена информация о правилах поведения на железной дороге, в том числе и в связи с этим событием. Блеснуть веданием минулых падеев Гомельщины теперь можно у Музея истории города. Сюда запросили на краизнавчае спаборниства школьников Гомеля. Подобное мероприемство проходить у городе у Першыню. Гисторичный батл – это викторина, у якой спотребятся не только веда, але и кемливость и худкость. У дельников чекают гульнявые задания, черные скрыни и пазлы. Спаборниства складается за 11 этапов, у яких школьники продемонструют веды и творчые сдольности. Усе задания основаны по истории Гомеля 20-го стагодия. По колькости набранных баллов лепшие команды пройдуть у полфинал. А переможцы у историчного батла чекают призы. Каждый раз нужно ориентироваться, нужно выскивать сильные стороны участников в абсолютно различных направлениях. Творчый юбилейный вечер Наталья Сляднева и пройшел у Гомельской областной библиотецы. Наталья Сляднева – директор приватного вытворчого унитарного предприемства, засновальник, выдавец и головный редактор, часописы «Метаморфозы», «Свет живел», «Эколог и я», член Белорусского союза журналистов, член Европейского конгресса литераторов. Наталья Сляднева народилася у Нароли у семьи выкладчика у Мазырского сельгазтехникума. Любовь до книг привел батька. Хатняя библиотеки у 3500 тому не хапала. Была активным читачом пяти библиотек города. Але цикавость до литературы не пройшла бяследна, а не чеканой выявой трансформовалася у новое захаплення. Починаючи с выдання информационного листка, потом газеты, «Свет живел» переутворился у глянцевый часопис. Гэта было 15 годов тому. За гэтый час вышла 180 номеров журнала. Другий часопис, над яким працывала Сляднева, Эколаг и Я. 40-й выпуск рыхтуется до выдання. Убачили свет и 10 номеров третьего проекта у Натальи «Метаморфозы». Гэтае выдання объяднали шмат творчых людей не только с Гомеля, але и с усею Беларуси. Я графе распаусюджывание аж до Аустралии и Новой Зеланды. Нет, это подписное издание, бумажное, конечно. Я противник интернет-изданий, честно скажу, потому что, можно сказать, вся моя сознательная жизнь прошла в библиотеке. А что такое библиотека? Надо все-таки как-то поворачивать наше подрастающее поколение в этом направлении. Надо читать. И на этом наш ранешний выпуск завершен. У суды працывала Наталья Игнаценко. Пленных вам дня и до новых сустрячу эфиры.